вот этот уголь а на машина могла здесь оказаться выбросила дельфина считаю просто повернул за угол и у нас просто нету что превратился пляж вот она морская пена на пионерском проспект. Полностью разрушилась баня. Эта банька, как выглядит. Там лодки валяются. Охренеть, жуткая картина. Колоссальное разрушение. Разбило немножко. Ночью был с силой шторм. Квыльмого песка она стала теперь очень высокой. Ё, 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 надо убегать. Вот это жесть. Анапа у нас произошел полный трэш. Ребята, что творилось сегодня ночью? Сейчас только что прошел град на мель. Выбросило судно, которое находится в поселке Витязь. Это все будет в видеосюжете. И сейчас у нас разнесло пляж. А также это центральный на улицу Гребенская. Видите, здесь морская пена. Пришла вода именно с моря. Здравствуйте. Посмотрите, ребята, реально морская пена и она была оттуда. Ёк, Макарек, что там случилось с пляжем? Вижу, валяется домик. Сейчас мы туда пройдем и посмотрим на эту обстановку. Ситуация просто патлая. Я читал комментарии. Вчерашнем видео мне говорили, да что ты там выдумаешь? Просто волнение моря. Вы помните, чтобы море выходило с центрального пляжа сюда? О том, что все повалено и разбито. Говорить не стоит. У нас снесло крыши на улице Ленина. Вот это бедные люди. Смотрите, какая жесть, ребята. Картинка, конечно, просто невероятная. Нам очень везет, что град вот такой вот мелкий и не вредит машинах. Но если бы он был чуть побольше, с таким ветром это просто жуть была бы. Проходим возле аквапарка и морская пена даже здесь. То есть море заходило оттуда сюда. Валяются куски крыш, разнообразные доски. Вот это жуткая картина и песок морской. На тротуарной плит, причем здесь много. Офигеть. Вы посмотрите, где море находится, ребята. От этого представьте, вообще невозможно. Смотрите, вот это жесть. Шуткая картина. Я все такого даже представить в страшном сне не мог. Не думаю, что в бухту зайдет настолько сильно вода. Я уже не помню, вот здесь были какие-либо строения, что вот эти все покосились. Домик вот этот явно, по-моему, тут не стоял. Е-е-е, надо убегать. Вот это пришла волна. Я чуть-чуть засмотрелся наш телеграм-канал, который вам все-таки рекомендую на подписку. И меня чуть не замыло волной. Эта конструкция еще чуть-чуть и упадет. Ее очень сильно наклонило. Зона отдыха в Анапе. Здесь размыло деревья, которые были бедные. Блин, как их жалко-то. Лаунг-зона в Анапе. Пришел Кирдык. Посмотрите, какие разрушения. Сколько вымола песка. Оно стало теперь очень высокой. Это просто действительно апокалипсис. Вы только взгляните на весь этот трещь, который здесь произошел. Господи. Вот это что-то бывает в море. Желтое что-то. Это Бакин выкинул, который был. И вода приходит с новой силой. Зиму его надпись. Кстати, надпись устояла. Какие тут разрушения колоссальные. Дорожки все повырвало. Все посрывало, повыносило. Вода не шла в эту сторону. Здесь нет русла, к которому вы, как всегда, привыкли. А все с точностью да наоборот. Вот он треш. Домик. Здесь кафе вроде бы туда зашел. Песок, я так понимаю. Тоже пытались бороться. И вот он выход в море. Защищались с той стороны, чтобы вода не пришла. Она пришла отсюда. Откуда не ждали. Картина просто жуткая. Куча разрушений. Здесь уже стояли ребята подготовленные к Новому году. Такие стойки. Ни одной не осталось. Все снесло в море. Вы представьте силу, что если морской Бакин вырвало на пирсе. Я смотрю, там погнуло. Вообще домик спереди, который был. Провода приходят. Деревья повырвало, повыбрасывало просто на берег. Вы просто представьте, какой этой ночью был силой шторм. Все-таки успели убрать новогодние украшения. Они там сзади домиков лежат. Повезло. Вот там желтенький. Это Бакин. Представляете, ребята, насколько сильно долбило наш пляж. Зимой в Анапе. Надпись разбила немножко, но в целом она уцелела. Но картина сверх жуткая. Здесь возле туалетов можете увидеть, что повыбрасывало детскую площадку и куча тоже настилов. Море спокойно ушло туда. В речку Анапу, если бы этих всех строений не было, может так даже было бы и проще. Тоже куча всего разбитого. Это какие-то домики, наверное, были, которые теперь так вот валяются. Здесь все повыбрасывало. Мешки, чтобы сидеть, отдыхать. Оставили на хранение и все сносило на своем пути и выносило на набережную улицу, которая сейчас все так же затоплена. Какое-то кадр апокалипсиса просто. Вот так вот выглядит сейчас улица Набережная в Анапе. Уже домики вот эти кофейные поплыли в сторону. Жуть. И так везде. Надо бить, насколько было труда вложено. Все эти металлические конструкции устояли. Разнесло пирс, полностью поднялся доски. Пункт полиции унесло. Здесь, где волейбольные площадки, теперь точно не поиграть, потому что здесь залежи просто этого мусора с пирса на стил здесь валяются. Здесь сетки забора ограждения были между площадками. Их все посносило, повыкидывало огромные бревна. Знаете, когда писались правила благоустройства, что с пляжей надо убирать все, что только можно, мне кажется, писалось не дураками. Смотрите, налетает волна и утка, утка. Вот это просто нереально. Ты куда плывешь, брата-то? Она меня испугалась давай убегать. Смотрите, ветер поднялся опять сильный, начал сносить. Но самая жуткая картина, это все равно в Витязи, вот там вообще целый корабль выкинуло на берег. Муниципальное управление, которое на пляже занимается у нас уборками, сбило просто тонны мусора. Вот ребятам работы предстоит. Просто непочатый край. Но вот еще раз вопрос к тем, кто не убирает с пляжа все, что надо убирать. Здесь у них территория мупа затоплена, вода приходит прямо туда. Последствия жуткие, но наши мупы уже выехали на работу на пляжах. Здесь интересно оставалась эта конструкция или тоже просто разнесло и снесло. Где речь Канавка, выход к пляжу, ребят? Вы вообще узнаете это место? Вода стоит, сам мостик навернула. Бесец, просто тотальный разгром. Люди приходят, снимают в шоке и уходят. Представляете, русло реки. Просто море выровняло берег и все с той стороны тоже поразбомбило все. Забило кучу просто досок и сам завалило на бок. Колоссальное разрушение. Кстати, постановление в суда надо было снести вот эти воречки. Недавно они так и остались живы. Вот остатки пирса с моря. И это просто какая-то охренеть жуткая картина. И вода, кстати, не особо выходит. Такого себе даже представить в страшном сне не мог. Город, что так произойдет. Куда я залез? Посмотрите, что происходит. Надеюсь, что не утону. Просто жутко. Уровень реки все растет и растет. Воды сюда нагоняет все больше и больше море. Это становится опасно. Он тоже мужчину там заплакировал, а кое-как выбрался с этого пирса. Тем, у кого какие-то торговые точки, павильоны на набережной, езжайте, проверяйте, ребят. Здесь поразрушало очень много. Ну, Пакура защищает свою территорию. Кстати, видите, здесь повыше сюда вода не пришла. Анапа любит вас. Главное, чтобы вы любили Анапу, и тогда она действительно будет любить вас. Здесь начинаются как раз таки разрушения на набережной и подтопления. Туда дальше шел. Все было, в принципе, сухо. Картинка, ну, просто ужасающе-пугающе. Просто представьте силу, с которой вода сюда летела. И сколько здесь еще воды стоит. Это все причем морская водица. Полный трэш. Опять пошел град, ребятки. И вот я выхожу с пляжа боковым проходом. То, что по центру я вам показывал, там вода. И здесь тоже все замыто песком и принесло кучу настилов, мешков. Я вас призываю, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там уже опубликовано видео, как выглядит севший ненамеля на берег пляжа Витязел. Он практически стоит у самого пляжа. Жесть, корабль огромнейший. Сухогруз. Но обещают, что вроде как его снимут. Будем следить за ситуацией. Всю ночь в городе работали коммунальные службы и приводили сам город в порядок. И вот видишь, там уже получше все выглядит. Хотя то там, то там упавшие ветки. 255 деревьев, друзья, упало. Сорвано несколько крыш. Есть пострадавшие, в том числе Витязева возле магазина упало на человека дерево. Ну вот смотрите, один из примеров. Тут дети ходят в школу, валяется знак. То есть знак упал. Мы рядом со второй школы на улице Владимирской находимся. Едем по улице Ленина. Посмотрите, все в ветках. Службы наши работают. Все разгребают, убирают. Да, натворил такой шторм делов тоже. Смотрите, деревья заваленные. Это сквер Гудовича. Там работают с пилами. Посмотрите, сколько людей вышло на работу. Низкие поклоны. Спасибо огромное, что приводите наш город обратно к приятному виду. Проспект Революция. Смотрите, упала ветка, повисла на проводах. Ну и деревьев здесь очень много попадало. Акация хрупкая растения. Все быстро подрезают. Видите, проезд освободили. Люди могут проезжать. Это самое главное. То есть муниципальные службы работают. Сосна завалилась. Она сухая, кстати. Ее, значит, не убрали вовремя. Вот еще одно дерево. Там мы подъезжаем к МФЦ к нашему. Здесь близко море. Вот вам разрушение. Пляж, высокий берег. Я видел, что происходило ночью из видео в соцсетях. Посмотрим, что творится сейчас. Йок-макарек. Вот это трэш-картинка. Пляж очень сильно разрушил. Блин, столько труда людей. Там волны доходят вообще. Аж до подножья скалы. То есть могут подумать еще и высокий берег. Там лодки валяются. Жесть, что происходит, ребята. Очень грустная картинка. Я действительно очень любил этот пляж. Я надеюсь, что его восстановят. Сейчас же то, что с ним произошло, не поддается просто никакому описанию. Как гудит море. Вы слышите? Просто вибрации идут прям по земле. Ощущения жуткие. С этой стороны тоже перешла волна. Сколько забрало щебня. Я не представляю, сколько вот сюда завозить, чтобы восстановить тело пляжа. Очень обидно и жалко. Вода дошла до сюда. Не узнать пляж. А там между молом и берегом вообще смыло перемычку. Так, пришло море. Ставит все по своим местам, как ему нравится. Смотрите, какой силой вылетает вода из моря. Страшно стало. Очень много всего пострадало. Здесь начали перерабатывать эту зону, разбирать ее потихонечку. море решило помочь. Как с этой стороны выглядит. Тут я вам, так сказать, в итоге вот так. Походу мне надо бежать. Бедные лежаки. Представляете, куда все повыносило. Домики повыплывали. Насколько море сейчас ниже. Здесь можно увидеть, что уже ребята расчищаются. Спасательный домик пострадал. Так же, господи, дай нам сил пережить это. О, ё-о-о. Охренеть просто. Чуть-чуть на видео. Вам всего хорошего. Да. Спасибо. Жутко. Вот это кадры. Можете себе представить, что многотонные контейнера просто убрало. Здесь разбило набережно, снесло забор. Ё-моё. А здесь что произошло? Просто жуть. Как щипки все разбросало море. И воды, смотрите, все больше и больше. Она приходит и приходит. Разрушения просто катастрофические. Жесть. Это вот лежаки, которые вынесло тоже с пляжей деревянные. Мы двигаемся с вами дальше. Посмотреть, что там происходит. И вообще оценить масштабы этой катастрофы. Я вчера здесь был. Здесь было все более-менее нормально. А сейчас я смотрю и глазам свою не верю, смотрите, как гнуло. Листы все. Металлические. Трубы, которые вот от БФВ тоже разорвало, разломало. Очень скривонно такое. Ох ты! Жуть. Но море было гораздо больше и выше ночью. Сейчас это уже, можно сказать, отголоски того шторма. Тут все было цело. Стояли лежаки. Парень лежал. Вчерашнее видео смотрите, ребята. Сравнивайте, как разнесло все полностью. Баня. Баня устояла. Некоторые разрушения все же есть. Посмотрите, как занесло дверь. Баню дверь саму немножко покорежила. Просто щебенку подняла и переместила. Здесь дверь выломала восстановление точно несколько дней. Для того, чтобы все восстановили, сделали, как было раньше. Но это как после последствий катастрофы. Смотришь, как вздымается пена от воды, которая налетает на берег. Когда волна приходит чистая, становится очень страшно. Все навесы, то есть все, что здесь было, этого больше нет. Вы пляж не увидите таким, какой он был еще вчера. Или на мужчину. Картина ужасная. Я даже себе представить такого не мог, что может произойти то, что получилось. Когда мне говорят, что такие шторма здесь чуть ли не каждый день. Что, вы удивляетесь? Вы серьезно? И, ребятки, вы такое видели тут каждый день, что бы происходило? Я вот реально не помню, когда было такое до этого. Что бы настолько все разносило возле берегов. Люди приходят снимать здесь ночью. Также велись видеофиксации. Все это выкладывалось у нас в Телеграме. Представляете, бетон поднимало. Что говорить уже о большинственном. То есть дорожку сломало. На лестницу похоже. Да, это лестницу. Видите, металлическую лестницу море. Просто взял и выкинуло. Мы ее поднять с вами даже не сможем. Вы посмотрите, что за волна идет. Это просто какое-то нереальное все. То есть метров точно 7 было. У меня аж коленки затряслись. Хотя я волн не боюсь. Вы посмотрите на эти бугры. Вот это да. Накрыло просто. Сейчас еще одна, наверное, налетит. Просто стена воды, ребята. И смотрите, как налетает на берег. Уничтожают все на своем ходе. Действительно, шторм адской категории. Здесь с левой стороны также поуничтожало все. Тут куда-то лесенка даже вела. Тут многого не видел, как было. То, что было все заставлено. И мы... Офигеть! Здесь тоже полностью разрушилась баня. Это банька, как выглядит. Здрасте! Просто жуть картина. И в ту сторону также все посносило. Все, что там было, все поразрушало. В общем, обе бани, обе пострадали. Вот так вот выглядит сейчас место, где была баня вторая. И налетает волна. И опять вода несется сюда. Момент, главное, уйти от этого до... Куда дальше? Что за жуть? Очень жалко видеть, когда такие разрушения печальные происходят. Не хотелось бы, чтобы, конечно, мы такое переживали. Но по факту, говорится, все как есть. Показываем и рассказываем. Жалко людей очень, очень жалко. Если бы волны вон там не рушились, а приходили вот те, которые... Сейчас мы видим море. Это был бы просто трендец. Хотя у нас бы есть своя защита. То, что мы вот сейчас видим, нам бы показалось детским лепетом просто. Жесть. Ну, еще раз новая набережная. Здесь только одна мусорка валяется. И, собственно, все. Вид сверху хочу вам показать. Чтобы ощутили масштаб. Там действительно просто гиганты. И еще в эту сторону вид сверху. Ужасная картина. Ставьте силу ветра. Разваливает набережную. Деревья. Роняет ветви. Тина жуткая. Все по обрывала. И разнесло по набережной ветке. Палки стекла. Вот и тут ребята заклеивали. И как-то укреплять пытались. Калагриоз. Происходило невообразимое. То, чего, я думаю, уже многие не вспомнят. Та лицевойной войной обед по расписанию у котенков. Посмотрите, сколько здесь веток. Тоже пообломано. Я думаю, что поехали-ка мы дальше на Пионевский проспект. Посмотрим, как там обстоя новочки. Особенно интересно, что произошло в Джимоте. Оперативно обрезали дерево возле гимназии Эврики. Упавшая. И уже собирают его. Те, кому нужны дрова, и увозят. Это сквер Гудовича приводит в порядок. То есть, конечно, тоже разрушение колоссальное. Но наши феечки чистоты уже вовсю трудятся. Посмотреть, какое дерево огромное просто обломало. Бедная побитая она. Как я люблю этот город. Как все это печально. Кстати, вот здесь провод висел. Его уже поправили. Вчера выкладывал. Здесь на Крымской тоже ликвидируют последствия. Дерево упало, оборвало линии электропередач. Но люди уже во все работают, ликвидируя все это. Вот она, морская пена на Пионерском проспекте. Если вдруг вы сомневались. То же самое, что мы видели на центральном пляже. То есть, это тоже морская вода. Все, кто едут здесь, попадают потом на ремонт, получается. Я в том числе. Вот это все морская вода. То есть, море вышло из берегов. Посмотрите, как разнесло. Здесь деревья. То есть, тут была вообще зона турбулентности. Валяются, вырвало с корнем. Бедные сосны. Аж три штуки сразу. Первая линия у моря, говорили они. Не врали. Еще и морские волны уже образуются. Вот сам Гранд Отель. Вот на него море бушует. Машины некоторые рискуют. Они просто честно не понимают, что это морская вода. И поэтому сюда так все активно лезут. Жище. Куда ты плывешь? Вот это да. Не жалко машину. Видишь, тут парковка заезд. Походу, сюда идет. И выходим на пляж. Видите, здесь все подтоплено, затоплено. Мы там были. Центральный пляж я вам показывал вначале. Перед каменными. И здравствуй, море. Бедные уцелившие дюны. Помимо ветра на вас еще и море обрушилось. Ой-ё-ё-ё-ё-ё. Всему хана. Уничтожали, уничтожали. Да, уничтожались. Который стоял на небе навес. Сюда вот отошла. Поразрушала. На пляж Анапе. Да, она чтоб только меня не убила. Потому что имеет место быть. Жесть. Ой-ё. По-моему, пора бежать. Мне тут просто деваться некуда. Здесь в домик попадает водичка. Ё. Она еще выше пойдет. Сто процентов. Разрушение. Есть. Но я бы не сказал, что здесь как бы все печально. Вот то, что вижу дальше. Здесь у нас собирались строить парк. Надо сказать, для занятия спортом. И убрали грунт. И поспиливали деревья. И получили отстопление территории. Ну, у них теперь площадку выровняло море. Видите, как ровненько хорошо все сделало. Не стройте возле моря. Как говорится, берегите бюджетные деньги. Убирайте все как положено после использования на пляж. Бледные деревья. Я больше всего всей этой ситуации жалею деревьям. Мне их так жалко. Я их так люблю. Каждое дерево, которое здесь находится. А если бы здесь никто не сносил дюны. Вы все, да? Помните, ребятки, были дюны. Потом их разровняли. Остались одни деревья. То эти бы деревья все бы выжили. То есть найти виновного гибели всех этих деревьев очень легко. Жесть. Во что превратился пляж? Мне просто не верится в эту картинку. Я смотрю и у меня сердце кровью обливается. Думаю, как же так? Просто себе представьте масштаб этого шторма. Берег охренеть! Что там дальше происходит? Ребята, бедные дюны. Это катастрофа. просто катастрофа. Добрый такого даже представить себе нельзя было, что оно может случиться. Здесь море сделало для себя заход и выход. Не трогайте природу. Укрепляйте, улучшайте, а не сносите. Ёканы, макарёканы. Это просто жуть и безобразие. мне трудно представить, что бы было, если бы не было там дальше дюн. То, что вы сейчас видите, ребят, у вас просто будет болеть душа. Хочется плакать вообще всего этого безобразия. В общем, все деревья, которые были, так или иначе пострадали. Здесь вода зашла, я смотрю, сюда по прямой разгромило тут всё. Мы с вами точно смотрим, как кадры после апокалипсиса. Что произошло? Пена морская, всё, волны были здесь. Получки эти уплыли, рубили деревья. Ещё недавно вывозили грунт. Я просто видите, ноги проваливаются под песок, потому что он здесь нестабильный. Но эти пляжи уже точно не узнать. Их просто, как говорится, по безумству человека, плюс стихия уничтожила этого неузнаваемости. Сейчас вы увидите, что произошло с дюнами с правой стороны. Сказать, что это звездец, это ничего не сказать. Но они выдержали удар стихии. То, что, как говорится, придумала природа. Посмотрите, как их размыло. Здесь просто больше нету пляжи. Вода заходит, надо перебегать. И вода пошла. Тут деревья попадали. Здесь проход, так же заходило море, так же стоит вода. Еще буквально позавчера, помню, стоял с такой площадкой. Ё-моё! Это что, Анапа? Е-е-е! Я в шоке! Я просто повернул за угол и у нас просто нету дюн половины точно. Какая жесть произошла! Я просто в шоке! Море, ты чего? чё мое! Там везде, где были какие-то моменты с подходом к пансионатам, лагерям. Уметься ввиду, по крайней мере, вот то, что я здесь вижу в этой части. Все позамывало, песок поуносило, поосносило. Ну, и, в принципе, продолжает этим заниматься, хотя ветер уже стих. Ну, и суд на том, блин, да что такое с этим морем сегодня, так и норовит меня подсмыть. Ну, что ветер, в эти волна приходит, а ее дальше ветром гонит. Честно, я не помню таких штормов. Вот сколько здесь живу за всю свою жизнь. Я наблюдал, как переходили, конечно, у нас волны через дюны, но это было тоже в таких местах, где можно было пройти, а здесь натиск стихии был просто невероятным. Это футбольное поле, которое было с большим количеством песка сбоку. все смыло. С каждой волной дюны все больше и больше продолжают разрушаться. Так, опять в море надо убегать. Мы поднимаемся наверх, давайте отсюда посмотрим, потому что масштаб разрушения просто колоссальный. Я вижу, пляж пляж Давиля стоит в море, отсюда его всегда все наблюдать. Вышки и туда дальше по Пионерскому проспекту. Постепенно мы все разрушения с вами пройдем, посмотрим. Просто сейчас тут идти в море будет очень тяжело, там затоплено, придется идти только по пескам. И море очень близко сейчас подошло, но оно отойдет, после того, как ветер успокоится. просто звездец. Мы уже ушли с вами из-за отеля, здесь тоже все морское пение и стоит морская вода. Я вообще не верю, что такое произошло. Я вовремя понял, что дальше там не перейти, потому что очень глубоко из Гранд-отеля воду выгоняет, и вот оно море. Снося дюн, люди звали его в гости. Вот оно и пришло. Еще сосны попадали. Особо удивление упавшим соснам только сожаление, потому что мы их потеряли. Пена морская, то есть здесь также было море, на Пионерском проспекте, оно до сюда доходило, здесь тоже разрушение всего морского пения. Представляете силу этой стихии, силу этого шторма. Курортный поселок тоже весь затоплен под водой. Хочется сказать, что именно этому приводит разрушение дюн, что море не задерживается. Там машины стоят, территории реально все подтоплены. Пляжного поселка машины повыгоняли все, там территория в воде. Здесь счастливое детство. То есть вся первая береговая линия затоплена морем, а тут еще и куча деревьев поломанных. Это проход к морю восход тоже весь затоплен. Тут на территории не так уж много воды. И ведется новое строительство. Оно также продолжается. Забор чуть разрушило. С этой стороны упал огромнейший тополь. Здесь тоже деревья погибли. Смотрите, с какой корневищем вырвало сосну. Проход к морю через Давилю. Здесь тоже упала сосна. Проезжаем еще один проезд возле Буревестника. Бимлюк. Огромная сосна упала. Здесь уже другую сосну распилили. Ликвидируют все эти последствия. Еще одно дерево на тротуаре. Подъезжаем к тополиному проезду. Здесь море вроде не прошло. Больше всего жалко березы. У нас их очень мало. Возле кристалла такая сосна красивейшая. Огромная. Просто как обидно. это соснопад возле Эра одна. Вторая. И возле Лада мы как обычно просто плывем. Приторможу чтобы ребят не залить. Потому что здесь очень низкий у них клиренс. А воды очень много. Джемоте можно посмотреть с какой скоростью здесь уже поднимает второй этаж. С левой стороны объект строящийся. И вроде бы как вода сюда не заходила. Это большущий плюс. В Джемотинском проезде раскатанные дюны. Что для меня очень грустно. Все-таки тело пляжа выдержало удар стихии шторм. Получается здесь не было такого сильного удара стихии. Чуть-чуть волна заходила подмывала. Но благодаря нашим милям они рушились гораздо дальше там. Конечно есть разрушение навесы покосились. Опять-таки все говорит о том что не надо оставлять ничего просто на пляже. Тогда все будет хорошо. пляж Джамайки против которого я выступал. Ну и само тело пляжа видите как размыло. Балда набегает. Ой море море что ты натворила. Самое жесткое это у нас там было. Джамате улица Виноградная и Уральский проезд. Как всегда у нас здесь подтопление собственно ничего особо не изменилось. Кроме того что прилетела крыша чья-то сюда. Забор это жесть. Здесь все в песке других каких-то изменений не вижу. ветку разломал. Это улица морская. А на первый проезд заходило море друзья. На чем сожалению этот песец произошел и здесь в джамате ужас. Получилось того что поверить очень очень сложно. Море пришло непосредственно аж до сюда. Хотя вчера констатировал факт о том что там заграждения были созданы и произойти такого по идее не должно. Но у моря были другие планы. Картинка конечно мне уже до боли знакомая и поднадоевшая. То есть первый проезд затоплен водой. Причем сейчас эта вода морская. Все будет гнить и отсыревать. Смотрите наступим короче многие даже сапога мокрые потому что воды слишком много. Так что ребятки есть возможность поддерживайте канал на бензин чтобы больше передвигаться и больше вам снимать. По номеру телефона 8 9 8 8 3 33 7 8 7 Будем благодарны вам. Это у нас уже юбилейный тупик. Да ладно выбросила дельфина на первый проезд он здесь погиб. Какая жуть просто. И туда дальше вода уже люди работают что-то разгребают. Погибший дельфин в поселке Джимоте это конечно жесть. Песеле вообще не хочется в море спускаться. Люди дождаться здравствуйте. Сильно много вообще воды было. Я так понимаю что упал же уровень по Польшу. Ну слава Богу. То есть получается дошло до улицы Песчаной. Сейчас этого уже не видно. Но вот такой вот силы были волны. Засыпал асфальт. Если помните здесь были два бордюра то теперь мы по прямой проходим. Ой ой тут все подтопило. Да ну и картинка. Еще сделали но не получилось. Здравствуйте. И здесь вот эти лаунж зоны подмыло размыло. Даже мешками пытались укладывать чтобы остановить море. Но усиление ветра больше не должно быть. Он должен остаться стабильно таким. Здесь вот эта стена выдержала под натиском стихии. А именно сюда в проезд шла вода. Вы посмотрите какие разрушения здесь джимотэ. Картинка конечно тоже очень 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 грустная. О мы отсюда видим уже новую достопримечательность видео слила. Тот самый суходрус который выкинуло. Не надо какие-то достопримечательности опять на меня море налетает. Джимотэ в принципе пережила удар стихии море дошло до дюна. Вот вам ценность дюна. Вот вам то почему их надо сохранять. Потому что каждый должен их беречь. Так как катаклизмы к большому сожалению становятся все чаще чаще и чаще. Может это приводить только к более плохим последствиям. Улучшений точно не будет. Вот из-за угла выходит море. Тут спрятался и меня затопил. Хотел чуть без ветра постоять и чуть море не унесло. Берегите природу мать вашу, иначе она не прощает. Вспоминаешь как боролись с дюнами, чтобы их тут не было. Вот если бы не эта полосочка песочка, я думаю море было бы дальше Пионерского проспекта. Надо задумываться о том, что происходит. Как думаете, будут люди беречь дюны после вот этого шторма? После того, как там начало Пионерского проспекта база отдыха и пансионат и подзатопило. Здесь в дюмоте зашла вода. Или будут все так же относиться к нему, как говорится, необдуманно с пофигизмом? Очень интересует ваше мнение. Пишите об этом в комментариях. Это мы доходим до улицы морской. Ну и так же все размыто подмыто. Вон он ждет нас посмотреть, что там. Море зашло до улицы песчаной, но здесь уже все вообще хорошо и сухо. Их там пострадавших моментов. Я даже пены не вижу морской. Очень много деревьев здесь попадало. Там их уже обрезают. Очень много деток. Пострадал курорт сильно. Знаете, какие сосны ломало. Дальше я знаю, что на пляжах есть какие-то разрушения локальные. Ничего такого сверх как мы видели в начале нету больше. Это район ЖК Кавказ. Тоже попадали сосны. Ну и по пути к ним деревьев лежит невероятное количество. Мы тут радуем за то, чтобы их становилось больше. Они уничтожаются. Ох ее, тут целый лес повалило возле Черноморца. Господи, ну как так? Такие сосны. Как жалко и не выдержали. Плюс еще почва была очень важная за счет этого все это и произошло. Те район Одиссеи, какие сосны лежат. База отдыха Анапа, бывшая Москва, тоже деревья попадали и начинает выходить солнце. После бури всегда приходит солнце. По традиции заплываем в виде зеван. Ливневка появись когда-нибудь здесь. Должен быть позитив, ребят. Да парли, сухо все и спокойно. Никаких повреждений. Ну вот там что-то порвалось какая-то тряпичная фигня. Я не вижу. От парли вам всем привет. Мы едем миром, потому что напротив мира улицы как раз и стоит этот корабль. Слушайте, вчера никого здесь не было. Сегодня тут вообще прям аншлаг желающих посмотреть, что там за корабль выкинуло. Может от него что-то отвалится важное. Там вообще очень пробка. Офигеть. Вот это да, ребята. Вот это вид. Посмотрите отели как смотрятся и корабль там. Огромный, невероятный. Тупый народу. Мне кажется, сейчас к обеду здесь будет людей больше, чем летом на пляже. Будем надеяться. Ох, ё, представьте, он прям стоит возле берега практически шесть. Верится, конечно, что такое происходит и такую махину могло настолько близко придвинуть к нашим берегам. Вот как раз это говорит о том, насколько сильны были волны. Это новые достопримечательности. Надеюсь, что долго у нас не задержатся. его отсюда благополучно уберут. Ну, давайте к нему подойдем поближе. Тут пряжа заступило, ребят. Проходили с собой, смотрели, что происходило. это уже не так интересно, как этот самый корабль. Посмотрите, пирс просто пушинка, песчинка по сравнению с этим кораблем. Нет слов, как говорится, теперь только одни эмоции. Здесь уже приехало телевидение. Все хотят запечатлеть это действие. Можно прицеп быстрее, больше. Утонул опять море. Ситуация волшебная с этим корабликом. И посмотрите, конечно, как волны доходили до сюда, до дюн. Если были билеты на самолет, сюда приехали вообще все. О, кайтеры катают. С каждым шагом все ближе становимся. Здесь что-то было, но больше здесь ничего нету, потому что все море смело. Вообще не верится, как так-то? Как эта махина могла здесь оказаться? В районе второй мили просто. стоит. Вот работает на нем печка. Выглядит это конечно, да. Все очень интересно. Посмотрите, море до сих возле дюн. Это пляж Лог. Видите, его тоже подмыло. Картинка просто какая-то фантастическая. Вот из другой вселенной. Вообще не верят, что мы с вами сейчас это все видим. Прям в море лезут поближе к кораблику, чтобы его подснять. Он действительно прям манит. Хочется поближе с ним оказаться, но волна набегает и надо убегать от моря. Иначе можно там тоже вместе с кораблем и оказаться. Четненько так еще стоит самое интересное. Какая огромная надстройка на нем. Интересно, чем загружен и загружен ли вообще этот корабль. Чем-то напоминает он мне Рио, который вот там. Теперь у нас голубая акула на пляже Витязева. Там на пляжах такая вот обстановочка. Мне больше еще радует сколько же людей здесь. В машинах и так сказать. Вот там тоже. Смотрите, пляж Венера уничтожен. Не убрали, пришел ему пипец. Вот как его сюда выкинуло. Посмотрите, какая там мы снища. Он огромен. Друзья, на этой ноте мы будем с вами заканчивать повествование о сегодняшнем шторме. Еще остался большой утрищ, еще пляжи пройти, но я думаю, мы сделаем это в ближайшее время, потому что сейчас, конечно, самое страшное, что происходит, мы уже показали. Большой утрищ, там говорят вообще бедные дельфинарии, что там произошло с дельфинами, тоже большой вопрос. Если есть информация, присылайте к нам на WhatsApp, либо Telegram 8988-337-887, подписывайтесь на все наши соцсети, мы будем вас очень рады видеть и будем надеяться, что корабль все-таки отсюда уберут, он, говорится, не станет такой достопримечательной, что Витязева, который останется с нами навсегда. Ну, а мне пора бежать, потому что море наступает, я слишком быстро подошел, и вот он огонь, представляете, как сильно и быстро волна набегает на берег, опять меня догнало, ну, все, заодно помоемся, конечно, а что это мы пошли, вот так вот, ребятки, всем пока-пока, с вами был Юрий Азаровский, вам всем привет в Черноморске, увидимся, кадры, конечно, эпичные, даже сложно поверить, что это действительно все происходит здесь сейчас, вживую, мы с вами прямо на берегу видим этот корабль, это такая мощь, фантастика, машин сидят наблюдают за этим кораблем, так как он не под нашим флагом, это понимает, что, возможно, это пограничники, следящие, чтобы с него никто не вышел, картинка, особенно сверху, конечно, невероятно эпичная, пошли вот по дюнам, ищу места, чтобы сделать красивые фото, у нас каплетки стоят в море, мемчужина, тут у нас корабль стоит, в общем, много чего интересного, видите, его приезжайте, так вот метет ветер, песок, корабль, выплывающий из-за дюна, очень круто, все, теперь точно ему, до свидания, поехал я монтировать видеосюжет, я знаю, что вы ждете, когда же это все появится в сети, в сети, Субтитры сделал DimaTorzok